Сезон открыт. Третий трудовой семестр собрал в Любовне самых активных и мотивированных юношей и девушек Минской области. Молодым людям порой бывает трудно сориентироваться, получить работу, соответствовать требованиям работодателя. Участие в студенческом отряде дает эти возможности. В этом году, по предварительным данным, в Минской области будет трудоустроено порядка трех тысяч молодых людей. Почему символично? Потому что в городе Любовне как раз есть непосредственно памятник, который посвящен комсомольцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Есть Зыслов, на котором мы также поедем потрудиться и с ребятами, и почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы стараемся, чтобы наше открытие третьего трудового семестра, чтобы ребята и окунулись непосредственно в наше трудоустройство, то есть часть была такой блок трудоустройства, и чтобы был блок нашего патриотического воспитания молодежи. Это нужно помнить, это нужно знать и непосредственно передавать от поколения к поколению. А у нас поколение какое? У нас уже есть ребята, которые работали в составе студенческих отрядов, и есть те, которые будут работать в составе студенческих отрядов. Поэтому вот как раз и есть преемственность, которую мы всегда соблюдаем. На торжественном открытии третьего трудового семестра присутствовали студенческие отряды всех районов Минской области, администрация Любинского райисполкома, а также представители комитета по труду, занятости и социальной защите Минобулысполкома. Сегодня молодежь составляет около 20% населения нашей области, и именно вы в скором времени займете ведущие позиции в политике, в экономике, в духовной и социальной сферах нашего общества. Труд и занятость являются одной из наивысших ценностей в жизни человека, именно поэтому необходимо создавать все условия для профессиональной трудовой самореализации молодых граждан. И это, естественно, является приоритетной задачей нашего государства. Путевки для работы на трудовое лето 2022 были вручены командирам сводных студенческих отрядов, в том числе делегации Солигорского района. Я учусь в Солигорском государственном колледже, заканчиваю второй курс. Летом буду работать на ДСК, на строительном отряде. Я уже там работал не первый год, не зря провел лето, заработал денежку. Заработал я 655 с учетом выходных. В субботу каждый практически работал. Просидеть на диване целое лето, ну, тоже не очень. А так можно и познакомиться с новыми людьми, и заработать деньги, и принести пользу своему городу. Стоит отметить, что наш район всегда занимает призовые места в рамках проведения областного конкурса на лучший и территориальный штаб, и лучший студенческий отряд. Надеемся, что и это лето пройдет с пользой, с победами. После торжественной церемонии открытия молодые люди возложили цветы к мемориальному комплексу погибшим воинам и партизанам. Для активистов была организована экскурсия на Слуцкий сыродельный комбинат и рыбокомбинат Любань.